На улицах уральской столицы ждут автобус-гибрид. Он ездит на электричестве, как троллейбус, вот только привычных усов нет. Такая техника, полагать в администрации города, серьезно облегчила бы ситуацию в городе. О том, какое оно будущее Екатеринбургских дорог, и что делать с его непростым настоящим, Илья Дерюшев. По новому расписанию улица Шейкмана живет вторые сутки. С пяти до десяти утра по ней едут только в сторону центра. Затем движение на этом участке становится двусторонним. Это первая трасса с реверсивным движением в городе. Но пока свою задачу разгрузить этот район от пробок она не выполняет. Многие автомобилисты к этому оказались не готовы. За два дня здесь случилось больше десяти аварий. Сейчас водители бурно обсуждают инициативу. Во-первых, дорога узкая, очень узкая. И поток очень большой пойдет. Мы только за за это будем. Это очень плохо, потому что туда нет. А круги уже два круга почти сделали, чтобы проехать. Чтобы водители больше не путались, рабочие установят здесь интерактивные знаки с указанием направления движения и временем действия. Новая схема проезда, уверяют чиновники, позволит серьезно разгрузить соседние улицы. В том числе и сделать легким путь общественному транспорту. Тысячи екатеринбуржцев ежедневно опаздывают на работу, надеясь на пунктуальность трамваев. А перевозчики теряют кучу времени из-за любителей ездить по рельсам. Выход нашли в городской администрации. Путь следования трамваев на многих улицах сейчас ограждают бордюрным камнем. Но не везде работы идут в срок. Именно бордюры стали камнем преткновения между ГИБДД и администрацией Екатеринбурга. Ограждение на мосту челюскинцев инспекторы посчитали опасным. Сегодня ГИБДД считает, так скажем, вот эти полосы опасными. Исходя из этого, запретило продолжение работ, что, на мой взгляд, еще более усугубляет безопасность движения. То есть я хочу еще раз объявить, несмотря на противодействие со стороны ГИБДД, что стратегическое направление определено, она будет реализовываться. Уже через несколько месяцев бордюрные ограждения появятся на большинстве центральных улиц. Сами дороги, кстати, тоже отремонтируют. Например, уже в следующем году рабочие планируют увеличить проезжую часть на Восточной, от Куйбышева до Первомайской, и улицы Шевской, от фронтовых бригад до Блюхера. Планы у чиновников из администрации Екатеринбурга действительно грандиозные. В ближайшие два года они планируют отремонтировать и расширить больше сотни городских улиц и перекрестков. Следить за движением на них будет глобальная система видеофиксации. Кстати, именно с помощью камер специалисты будут выявлять нерадивых автолюбителей, то есть тех, кто остановился или проехал по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Сам транспорт тоже изменится. В городе появятся электроавтобусы, машины, работающие на электричестве, а не на бензине. Правда, пока проект в стадии разработки. Конструкторы пытаются создать как можно более экономичные аккумуляторы. Илья Дирушев, Геннадий Бахарев, новости 41-го канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok